Субтитры создавал DimaTorzok Мы неправильно понимаем, что представляет собой мечеть. Иными словами, некоторые считают, что мечеть не должна стать трибуной для политических обращений. И что тот, кто встал на трибуну, должен говорить о повелениях и запретах Всевышнего и посланника Аллаха, саллиллаху алейху асаллим. Другие считают, что в мечети не должны обсуждаться все вопросы религии. А некоторые считают, что призыв должен быть ориентирован на любовь, нравственность, обучение основам религии. А другие говорят, что когда я поднимаюсь на трибуну, минбар, у меня право сказать то, что я хочу. Некоторые чрезмерно критикуют имамов, когда они ошибаются. У нас есть примеры нападения на имамов, потому что он говорил не о тех вещах или же обвинял тех, кто не согласен с его мнением. Были обнаружены некоторые мечети, были совершены нападения на них. У нас много явлений. Позволь начать, как я и обещал телезрителям, со следующей проблемы. А именно оскорбление Аллаха, его посланника и сподвижников. Я не буду говорить имена проповедников, которые выступали по телевизору, но я скажу то, что они говорили, потому что в итоге люди подвержены их влиянию. Думают, что у него такая-то религия. А я вот ошибаюсь. Один из них сказал, что пророк и его сподвижник Абу Бакар оскорбляли тех, кто заслуживал этого. Про Абу Бакара он говорит, что он был очень мягким человеком, но вместе с этим он, как-то разговаривая с пророком о некоторых людях, сказал очень оскорбительные слова. Говорит, что если бы он сказал подобное, то они возбудили бы против него дело об оскорблении чувств. Он далее говорит, что Ибн Хаджар, комментируя этот хадис в Сахиха-ль-Бухаре, говорит, что можно высказывать жесткие и грубые слова в адрес того, кто заслуживает. А в другой версии добавил, что к посланнику Аллаха, который запретил нам оскорблять и проклинать, однажды вошел некий человек, и говорили ему такие слова, которые вызывали его гнев. А когда тот вышел, он оскорблял и проклинал его. Далее он говорит, что Аллах оскорблял иудеев, когда иудеи сказали, что рука Аллаха скована. Аллах ответил им, это у них руки связаны и прокляты они за то, что говорили. А когда они нападали на верующих, когда они сказали, разве мы уверуем, как уверовали глупцы? Аллах сказал в ответ, воистину они являются глупцами. Аллах так вот оскорбил их. Он также говорит относительно хадиса в 10 томе, что Ацма Аббинт Абубакр сказала пророку, саллиллаху алейху саллям. Некая женщина пришла к нему спросить и сказала, я выдала замуж свою дочь, и через некоторое время она заболела, и у нее выпали волосы. И она спросила у пророка, саллиллаху алейху саллям, и ту, которой подвязывают волосы. Также он приводит в качестве довода хадис муслима, в котором имам Аннавави выделяет целую главу для этого, назвав ее «те, кого пророк оскорбил». В конце этот человек говорит, идите, возбудите дело против Аль-Бухари, Адиса Асма Аббинт Абубакр и пророка, саллиллаху алейху саллям. Во-первых, это один пример. Я, будучи за пределами Египта, не могу быть оторванным от новостей из Египта. Я слежу за каждой новостью из Египта, ибо наша страна для нас дорога. Каждое действие, которое происходит в Египте, необходимо понять, каковы ее причины. То явление, о котором ты говоришь, есть преступление в отношении Аллаха и его посланника, и благородного шариата, и его высокого нрава. Происходит очень опасное явление, которое указывает на наличие нечистых людей, которые хотят облачить шариат в их личные мнения и точки зрения. Мы столкнулись с надувательством, когда пытаются включить что-то человеческое в божественный, причистый, широчайший шариат. Пред нашими глазами совершается преступление, в котором некоторые люди пытаются выйти своим насилием и тем темным, грязным нутром, полным пламенем, дымом и тьмой и грязью. Он не смог остановиться и очищать эту свою душу, и подтолкнуть ее к подходящим действиям. Вместо этого он пытается одеть эти свои плотские желания в одеяние шариата. Поэтому он охотится за словами повсюду и пытается кроить для своей души шариатское одеяние. Так он останавливается на некоторых словах и не относит их к ясным значениям. У нас есть несколько высоких основ, на которых зиждется благородный шариат. Одна из этих основ представляет собой слово пророка, саллиллаху алейху асалям. Переданное Аль-Бухари. Мусульманин тот, язык и руки которого безопасны для мусульман. Мусульманин тот, язык и руки которого безопасны для мусульман. А мухаджир тот, кто оставил то, что запретил Аллах. У нас есть слова посланника Аллаха, алейху асалям, поистине я не спослан для облагораживания нравов. У нас есть слова Аллаха, мы не спослали тебя лишь как милость для миров. У нас также есть хадис от Термези, переданный от Умара, что пророк, саллиллаху алейху асаляма сказал, верующие не бывают ругающим, проклинающим, сквернословящим, низким и подлым. У нас есть слова пророка, алейху асалям, приводимые в сахих. Поистине Аллах красив, любит красоту. Если я начну приводить подобные нормы и хадисы, имеющие место в благородном шариате, то не закончим сейчас. То, что происходит сейчас, указывает на отсутствие всякого процесса очищения души. Так что этот человек, кем бы он ни был, начинает отвечать, реагировать, не руководствуясь адабом благородного шариата. Это первое преступление. Второе преступление заключается в том, что он одевает все это в шариатское одеяние. Он говорит об Абубакре, позабыв сорокалетнюю его историю борьбы, благого нрава, позабыв, что он первым был во всем, что он жертвовал ради пророка имущества, жизнь, детей, позабыв его любовь к Корану, пожертвования на пути Аллаха. Он оставляет десятки и сотни знаменательных случаев с Абубакром. Это были решающие моменты в религии Аллаха, которая указывает на чистую душу, на чистый язык, на светлый ум, на перенесение тягости шариата. Он забывает эту великую сторону ради одного-двух слов, то тут, то там, одни из которых правильны, а другие ложны. И те, что достоверно известны от Абубакра, понимаются в контексте. Он все делает, чтобы привести его великую, честную сторону к словам, которые, по его мнению, являются оскорблением, руганью. Потом он старается сравнить себя с Абубакром в том или ином случае. В итоге, этот человек, который говорит, что Аллах оскорбляет, или посланник Аллаха оскорбляет, или Абубакр Ассиддик оскорбляет, совершает ужасное преступление в отношении посланника Аллаха. Он искажает благородный шариат, который зиждется на благородном нраве, искажает его, представляет пророка оскорбителем, ругателем, человеком с грязным языком. Давайте посмотрим на вот что. Великий имам Таджуддин Ассупки рассказывает, Табакат Асшафиия Аль-Кубра, что как-то сидел дома. Таджуддин Ассупки, шейх Улислам, который умер в 771 году по хиджре, 7 веков назад. Его отец также был шейх Улислам, так и Юддин Ассупки. Таджуддин Ассупки, сын, крупнейший знаток Усуля и Фикха, говорит, «Когда я сидел, вошла собака в коридор. Я сказал, «Выйди, о детеныш собаки». Тогда шейх имам крикнул из дома, «Что? Ты только что оклеветал». «Оклеветал собаку?» «Да, собаку». Я сказал ему, «Разве бывают хлевета в отношении животных?» «Разве это не собака? Разве не детеныш собаки?» Он имел в виду, что это животное, что это собака, детеныш собаки. Он описывал действительность, говоря, что это вид животных, называемый собакой, и что он родился от собаки, подобно тому, как кошка называется кошкой, газель газелью. «Это просто описание действительности», – шейх сказал ему. «Но все же ты отнес это к оскорблениям. Ты это сказал с таким тоном, переполненным злобой, ненавистью и гневом. Ты не на уроках говоришь о том, что собака родила собаку. Ты сейчас переполнен негативной энергией, переполнен желанием указать на недостатки, желанием порицать. Это состояние не подходит для верующего. Сынок, ты не должен быть таким, ты ведь готовишься стать великим имамом, шейху-лислам. Нельзя, чтобы ты совершил такое, чтобы ты был переполнен негативной энергией, даже если ты обращаешься к животному. Если состояние усугубиться, ты можешь ударить, наброситься, можешь убить. Сынок, таким вот поведением, контекстом недовольны Аллах и Его посланник и верующие. Пусть даже будет сказано в контексте. Я ведь просто описываю человека. А если я скажу в контексте, с таким содержанием унижения другого, с гневом, значит это выход за рамки нравов, адаба. Этим не будет доволен ни Аллах, ни Его посланник, ни верующие. Аллах, Его посланник и верующие гневаются на человека гневного, злобного, человека, который желает отомстить, нападать на других, а потом представляет свой гнев, свои действия шариатом и говорит, что это религия. Потом с этими низкими словами, словами о том, что Аллах оскорбляет, что посланник оскорбляет, в то время как Аллах Всевышний наполнил свою книгу, свой Коран, свою религию призывом людей очищать свои души, очищать свои языки. Он переворачивает все эти факты вверх дном, представляя религией свое распутство, моральное падение и злословие. Уважаемый шейх, он слово в слово сказал так. Я имею в виду одного шейха, который оскорбил нашего коллегу. Тот говорит, Коран оскорбляет и поносит. Слово в слово. Твой Господь оскорбляет. Твой Господь поносит. Коран сам оскорбил подобных людей. Я не могу сейчас сказать все, потому что не могу позволить это себе. Он говорит, что ему подобны и подобны собаке. Если ты прогоняешь ее, она высовывает язык. Если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Подобно ослу, который везет много книг. Я хочу сказать, что мы не защищаем кого-либо. Да, мы говорим о том, что этот человек говорит, что Аллах оскорблял и ругал. Да, дело не касается определенных людей. Мы не затрагиваем личности. Личности мы оставим. Дело в том, что возникли разногласия между двумя людьми. Один из них утверждает, что он, как ему кажется, говорит от имени благородного шариата. Этот человек встает и говорит другому, что Аллах повелел мне ругать других. Посланник Аллаха повелел оскорблять. Не посланник повелел, а он сам оскорбляет. Он же говорит, что Аллах повелел оскорблять других. Как же мирские эти слова. В отношении этого человека можно сказать, что он, как минимум, совершил преступления в отношении религии. И что он описал Всевышнего неподобающими качествами. А также, что он напал на благородный шариат и оскорбил пророка, которого Аллах описал, как обладателя великого нрава. А потом этот йод и представляет его как сквернослово. Причист он от этого. Он обладатель высшей степени, великого нрава, благородными внешними, телесными, внутренними, духовными качествами. Он тот, кто был более стыдлив, чем девственница в уединении. Он тот, кто разозлился на слова Аиши, когда она жестко ответила на оскорбление иудеев. Тут он сказал, что мягкость, в чем бы она ни выражалась, украшает. Он ответил только лишь одним словом, и вам такое, и все. Если мы оставим ясные, емкие слова пророка, а потом придет какой-то человек и охарактеризует причистого пророка, великого пророка, который известен своим великим нравом, и охарактеризует его как сквернослово, это преступление. Аль-Хафиз Ас-Суюти передает, что некий человек подошел и сказал, что у него есть определенные работы, а именно он пасет овец. И ему ответили, что ремесел бывает много, а работы бывают разными. Он сказал им, что его работа не из числа низких работ, а наоборот, он пасет овец, как пас сам посланник Аллаха. Аль-Хафиз Ас-Суюти разгневался очень сильно. Он сказал, что только лишь такое сравнение есть не что иное, как нападение на высокую степень пророка. Всего лишь слова о том, что ты пасешь овец, как их пас пророк, саллиллаху алей вассалям. Он говорит, что степень пророка величественнее, чем все это. Пас тьба овец в отношении пророка является совершенством, а в отношении тебя является недостатком и бедностью. Если ты хочешь оправдать свои действия, перебросив их на великую степень пророка, то это не уважение к нему, к его великому пророческому статусу. Поэтому он оставил книгу и назвал ее как «Очищение пророков от безрассудства глупцов». Он говорит, уважаемые, если кто-то придет к вам и решит оттолкнуть от себя некие недостатки, внушая людям то, что эти недостатки были у пророков, то это и есть агрессия, глупость, оскорбление и нападение на степень пророков. Это его книга, изданная, и она имеется в магазинах. Это одна из самых важных книг, составленных на эту тему. Этот человек, кем бы он ни был, вместо того, чтобы извиняться и сказать, что он оскорбил и сквернословил в отношении пророка, и что он ошибся, и он опечален этим, и объявить, что он отказывается от этого, вместо того, чтобы отказаться от этого правильным образом и покаяться во всем том, что от него исходило, он же, охваченный высокомерием, начинает оправдывать свои действия, приписывая их пророку, говоря о том, что и он оскорблял. Аллах и его послание гневаются на такое, как говорил поэт, сатана довольна, а воины Аллаха недовольны той, кто помогал о сатане. Этот человек пропитан изнутри, если можно так выразиться, темнотой, бесстыдством, моральным упадком. Он старается укутать порочную душу в одеянии благородного шариата. Мы же все говорим, ищи для себя любые оправдания, но оставь пророка, оставь Всевышнего Аллаха, оставь Абу Бакра ас-Сиддыха. Смотри, не думай, что эти болезни имеют шариатское одеяние. Я обращаю твое внимание, если ты допустишь ошибку, возможно, ненависть людей к тебе будет увеличиться. Я обращаю твое внимание, если ты допустишь ошибку, возможно, ненависть людей к тебе будет увеличена. В этом ты свободен. Улучшай свои отношения с людьми, как можешь. Но остерегайся от того, чтобы поднимать среди людей эти разговоры и приписывать это шариату, чтобы впоследствии ненависть к тебе не перешла в ненависть к благородному шариату. Люди, послушав тебя, выйдут переполненными чувствами ненависти, что после нескольких шагов может привести к тому, что некоторые из них станут вероотступниками. Этому есть реальные примеры. Вчера и позавчера такое случалось. Те, кто следят за ситуацией, увидят страшную картину, которая является следствием таких действий слов. Такое имеет место быть. Есть некоторые сайты, на которых встречаются язычники, цифры идут на сотни. То, что вы говорите, конечно, является реальностью. Думаю, что специфика вашей работы также дает вам больше информации в этой сфере. Более детально о красоте этой религии и его пророка поговорим после рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok